Чтобы справиться с последствиями урагана Катрина, Вашингтону пришлось отозвать 300 военных летчиков из Ирака и Афганистана. Пилоты эти будут задействованы в перевозке гуманитарной помощи и эвакуации пострадавших. В зоне бедствия по-прежнему ощущается острая нехватка воды и продовольствия. Нашим корреспондентам удалось встретиться с группой из 8 российских студентов из Челябинска и Чебоксар, которые пережили катастрофу в Новом Орлеане. Колонны военных грузовиков-амфибий появились на улицах Нового Орлеана. Они везут воду, продовольствие и медикаменты, помощь, которую жители разрушенного города ждали 5 дней. Сегодня же началась массовая эвакуация стадиона Супердома. Однако из-за нехватки автобусов этот процесс может затянуться еще на пару суток. Спортивная арена для орлеанцев надолго останется символом боли и страдания. Из убежища она превратилась в место заточения для десятков тысяч людей. Многие из них умерли от истощения и болезней, так и не дождавшись помощи. Российские студенты из Челябинска и Чебоксар, оказавшиеся в городе во время удара стихии, благодарят судьбу за то, что они не попали в Супердом. Когда ураган пришел в город, они остались в своей гостинице. После того, как порывы ветра утихли, на улицах было не так много воды. Появилась надежда, что стихия пощадила город, но потом все изменилось. Когда вода начала подниматься больше, мы вышли на улицу, чтобы какие-то продукты закупить, потому что у нас ничего не было. Пошли в магазины, полиция сказала, можете брать все, что хотите, все бесплатно. Побольше еды, побольше воды, главное не брать алкоголь и, естественно, надежду. При этом видели, что были ограблены все магазины. Мы ходили с битыми, ходили с битыми, потому что было страшно, действительно. Нам сообщили, что выпустили всю тюрьму, распустили, потому что ее затопило. В итоге поднялись все на крышу и просто написали на огромной ткани «пожалуйста, воды» или «пожалуйста, помощи». Спасение пришло только через 4 дня. Ребят вывезли в соседний Техас, и они нашли приют в одной из американских семей в Хьюстоне. Для них трагедия в Новом Орлеане уже позади. Теперь некоторые россияне собираются вернуться домой, другие же останутся, чтобы заняться поиском своих друзей, о судьбе которых пока ничего неизвестно. У нас проблемы с билетами, то есть сейчас очень много народу улетает в Нью-Йорк, нам не могут достать билеты до Нью-Йорка. Российские студенты называют свое спасение чудом. Спустя 5 суток после удара стихии точное количество жертв Катрины неизвестно. Погибших пока никто не считает, власти заняты оказанием помощи тем, кто выжил. Однако оценки числа жертв растут каждый день. Сегодня говорилось уже о 10 тысячах смертях лишь в одной Луизиане. Судя по поступающей из США информации, в районах катастрофы сейчас делается... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова